Отвратительная жирная еда, вечно конкурирующие республиканцы с демократами, Байден с Трампом, санкции и гонка вооружений. Это тот самый обязательный набор, который обязан ежедневно слушать из всех щелей уважающий себя русский про Америку. А теперь давайте представим себе, что мы на недельку выключили все интернеты, телевизоры и радио, выкинули наши газетенки, взяли телепорт и перенеслись куда-нибудь в Бостон, Майами или Сан-Франциско. И давайте трезво посмотрим оттуда на вещи, которые нас удивят и которым мы можем даже позавидовать. Банальная почта и доставка. Забудьте про ленивцев из Зверополиса. Почта на якобы загнивающем западе работает как часы. Все виды онлайн заказов и доставок, чего угодно, пришли к нам именно из США. И основой для этих сервисов стала именно безукоризненно быстрая почта. Большинство товаров попадает именно к вам домой. Либо в почтовый ящик, либо, если что-то габаритное или хрупкое, приносит почтальон. Там он вполне себе уважаемый член общества с приличной зарплатой. Важные документы американцы тоже доверяют почте. Бумаги от юристов, страховой и налоговой. Приспокойно дожидаются своего владельца в почтовом ящике. Ничего с ними не случается. Американцы буквально все отправляют и принимают по почте. Именно из-за жажды продавать все, что долго лежит и занимает место, и стал когда-то столь популярен eBay. Если у тебя лежит что-то, подозрительно напоминающее хлам, для кого-то это может быть пределом мечтаний. И кто-то готов за это выложить пару портретов американских президентов. Все русские в курсе, что экономика США загнивает. Там сплошные пузыри и шаткие конструкции. Так что скоро все полетит к черту на куличке. А может и не полетит, а поедет. Потому что ехать, друзья мои, есть на чем. Когда смотришь на американский автопром, не завидовать невозможно. Cadillac Escalade. Jeep Grand Vagoneer. Ford Explorer. Chevrolet Tahoe. Lincoln Navigator. Dodge Durango. А как вам малыш GMC Yukon? Не хотите внедорожники? Вот вам семейный минивэн. Chrysler Pacifica. Вот заряженный Dodge Challenger или Charger. А уж для любителей раритета нет мечты слаще, чем розовый Cadillac. Как у мамы Элвиса. Или такой милый сердцу Pontiac GTO. Не говоря уже про Chevrolet Impala. Пикапы. Это вообще отдельная история. Когда я приезжал в Америку, то постоянно провожал эти тачки взглядом. Вот вам Dodge Ram TRX 2021 года. Вот вам футуристическая Tesla Cybertruck. Вот GMC Sierra. Вот Rivian R1T. А еще американцы не выкидывают свои старые тачки на свалку. Они их модернизируют. Тюнингуют. Добавляют к ним приставку Retro. И вуаля. Америка в принципе считается родиной гаражного ремонта. Так что чем меньше электроники в американской тачке, тем проще ее ремонтировать. И тем дольше она может служить рукастому владельцу. И тюнинговать свои тачки американцы начинают еще в юном возрасте. Как вы знаете, права в Америке получают в 16 лет. И поэтому старшеклассники могут легально приезжать на уроки на машине. И удивитесь, но в американских школах есть даже программы по тюнингу автомобилей. Эдакая замена нашим урокам трудов. Где благодаря лобзикам и отверткам мы снабдили скворечниками все дворы города. Видеообзор на одну из таких школ, Академия Фокскрофт, вы можете посмотреть на моем втором YouTube канале Смапс. Линк в описании. И для начинающих водителей юнцов в Америке купить первую подержанную тачку – вопрос нескольких сотен долларов. Которые вполне можно заработать на летних каникулах. Да, друзья, в Америке школьник за лето может реально заработать на тачку. Не верите? Смотрите мой выпуск про работу в Америке, где не нужны особые навыки. Линк будет в описании. Дороги. Конечно, любые самые навороченные тачки – ничто без хорошей дороги. Уровнем дорог американцы могут похвастаться с Германией или Арабскими Эмиратами. Главное отличие американских дорог – состав и способ строительства. Все главные шоссе здесь – это Interstate Highways и US Highways. Делаются из бетона, а не настилами асфальта. Да, это более дорого и заморочено. Прокладка дороги может занимать два месяца упорной непрерывной работы без перекуров, а окончательно сохнет бетон вообще месяц. Однако такой бетон более долговечен и прочен, выдерживает нагрузку любых грузовиков даже на нагруженной трассе. Для американской дороги срок службы в 30 лет – вообще семечки. Еще два раза постолько простоит. Всезначимые автомобильные дороги США образуют национальную систему межштатных и оборотных автомагистралей имени Эйзенхауэра. Кстати, эта система – самый дорогой строительный проект со времен египетских пирамид. Еще два небольших, но до жути полезных бонуса, которые отмечают все русские и не только водители в США – это рельефное полотно. Во-первых, на обочинах здесь симметрично каждые 1-2 см нанесены специальные выбоины. Если начинаешь съезжать, трясти будет неимоверно. Очень полезно в темное время суток и для уставших засыпающих водителей. Затрясло – выворачивай обратно на дорогу и ищи местечко передохнуть. Во-вторых, светоотражающие полосы прямо на дороге. Опять же, в темное время суток с ними намного легче ориентироваться. Ну и кратко выскажем мысль, которая вообще-то тянет на отдельное видео. Правила дорожного движения и знаки дорожного движения. Здесь все намного проще, чем в РФ. Если вы знаете английский, на зачаточном уровне считайте, что знаки в США вы прочитаете. Все дело в том, что многие из них несложно символьно зашифрованные, а практически словесные. Dead end – тупик. Ехать смысла нет. Стоп – понятно каждому. No turn right – здесь нельзя поворачивать направо. И так далее. Родео, ранчо и ковбойская вся эта культура. Представьте, как где-нибудь на задворках Ставропольского края идет в кроссовочках абибас, пастух Ваня и гонит свой скот на закате в близлежащую деревню. А дали бы сейчас нашему Ваньке американскую гринкарту, отправили бы в Техас, надели бы на него ковбойскую шляпу с загибающимися полями, кожаные запоги вестерны и дали бы гитарку, чтоб кантри играл вечерком и не тосковал по родине. Красота. Свою исконную культуру, которая во многом происходит со времен Дикого Запада, американцы обожают, бледут и защищают. Это действительно весьма любопытная, пусть и не длинная эпоха, полная уникального стиля, музыки и даже кухни, в которой переплетаются южноамериканские и европейские традиции. Эта культура очень маскулинная, транслирует образ настоящего мужчины, пусть грубоватого, не слишком чистого и ароматного и трезвого, зато непримиримого борца за честь и достоинство, за свой край и родину. Большой плюс именно в любви американцев к своей истории и культуре. Любые клерки с Бруклина рады приехать в отпуск на ранчо, переодеться в кожаные штанцы, научиться бросать лассо, а по вечерам слушать кантри со стаканчиком бурбона. Сколько в вашем окружении найдется русских, которые предпочитают в зрелом возрасте проводить каникулы в деревне за традиционными ремеслами и поднародные песни? То-то же. Ипотека. Стоимость дома в США, если сопоставить с уровнем зарплат, гораздо доступнее для среднестатистической семьи, чем в России. Но и этим подъемные суммы американцы предпочитают платить не сразу, а берут ипотеки. Еще бы не брать с такими-то условиями. Средняя ипотека в США равняется 3,5%. В 2020 году ставки упали до исторического минимума – 2,72% по большинству займов. Первоначальный взнос обычно колеблется от 10 до 50% от общей суммы, но можно обойтись и без него. Берут обычно на 15-30 лет. Кредит на недвижимость, он же ипотека, в США называется «Mortgage». Есть с фиксированной ставкой «Fixed Rate Mortgage», «FRM». Есть с плавающей «Adjustable Rate Mortgage», «ARM». Плавающая более выгодна банкам, потому 75% американцев предпочитают фиксированную. Так как американцы неплохо финансово образованы, особенно относительно россиян, то банки ведут отчаянную борьбу за клиентов. Удобных, выгодных предложений с разными плюшками – пруд-пруди, чем только к себе банкиры не заманивают. А уж получить отказ в ипотеке – это нужно совсем быть бомжом без рода и племени. Особенно учитывая то, что при рассмотрении заявки учитывается любой ваш доход, а не только официальная зарплата, как в России. И дивиденды от акции, и регулярные подарки от доброго дядюшки Скруджа, и рента от сдачи жилья, и пенсионные, да что угодно. Отдых по-американски. Еще одно умение, которого у американцев не отнять – это умение отдыхать. И отдыхать на любой вкус и масштаб. Хочешь азартные игры – дуй в Неваду, в Лас-Вегас. Об этом у меня, кстати, есть целый американский выпуск. Хочешь американские горки в Сафари-парке – к твоим услугам Бушгарден в Тампе. Любишь мультики Микки Мауса – дуй в Дисней Уорлд, в Орландо. И это далеко не все, чем может побаловать нас Америка. Здесь есть курорты и пляжи, которые в легкую могут конкурировать с Таиландом, Доминиканой или Мальдивами. Пятизвездочный курорт Де Сатай – Майами Бич. Или Литл Паум Айланд во Флорида Кейз. Пост Ранч Ин – Биг Сур, в Калифорнии. А курорт Амангири в штате Юта. И подавно напоминает что-то из фильмов Джорджа Лукаса. Американские аптеки. Если в США вы нашли аптеку, считайте, вы спасены в любой сложной ситуации. Здесь в аптеке можно купить не только бинт и перекись водорода, но и почти все, что нужно любому хомо сапиенс. Напитки, закуски, низкопортиющаяся еда и полуфабрикаты, мелкая бытовая личная техника, включая богатый ассортимент мобильников, одежды и обувь, посуда и бытовые мелочи, бытовая химия и косметика, средства для личной гигиены, книги и журналы, сувениры и путеводители. Все. Вообще, американцы любят стирать грани между разными типами магазинов. В любом супермаркете у них можно найти витамины, лекарства не по рецепту типа антигистаминов от аллергии и спортивное питание, но аптеки – поистине универсальные магазины и лучший друг человека. Отношения к детям в США. Над детьми в США буквально трясутся, но делают это не так, как отдельные заполошенные мамаши на детских площадках, а на государственном уровне. Любая обида или угроза в сторону ребенка, не говоря уже про преступления, отягчающие обстоятельства такой степени, что не отмоешься никогда. Пропажа чада, даже случайно заблудившегося в магазине, тревога самой первой степени. Практически во всех заведениях, а не только в кафешках, есть детские комнаты, а крупные компании и вузы устраивают у себя детские сады для детей сотрудников и студентов, причем зачастую бесплатные. Да, друзья, вы не ослышались, для студентов. Потому что в Америке многим студентам далеко за 30, и у многих из них есть дети, и многие из них получают не первое высшее образование. На детских площадках ведется самый строгий контроль безопасности, и упаси вас бог не остановиться за желтым школьным автобусом, когда у него горят красные сигнальные огни. Это значит, что он высаживает, принимает детишек, и обгонять его в этот момент – уголовное преступление. Если вам интересно, как устроена учеба в Америке, да и в целом за границей, заходите на наш канал Smaps Education, где вы найдете огромное количество роликов из зарубежных учебных заведений. А кто из нас в детстве не мечтал оказаться в Диснейленде? Здесь и мир Уолта Диснея, вроде как самый большой в мире, и Universal Studios в Голливуде, и огромный Лего Лэнд в Калифорнии, и волшебный мир Гарри Поттера в Орландо, и знаменитый парк развлечений Six Flags. А сколько еще парков развлечений поменьше? А сколько аквапарков и океанариумов? Воистину, здесь умеют развлекать детей и дарить им мечту. Образование в США Давайте честно, друзья, американское образование нас обскакало давно и безнадежно. Университеты в США смело взбираются на вершины рейтингов. Из топ-10 в мире больше половины американских. А уж условия их частных школ нам даже и не снились. Лучшее оборудование, лекции от сильных и известных мира сего, огромные территории, спорт практически на профессиональном уровне вместо унылой физры и крикливого физрука. Кампусы на уровне приличных отелей, лекторы, нобелевские лауреаты и всемирно известные ученые. Доступ к реальным стажировкам, в том числе и за границей. Крепкая студенческая комьюнити со своими традициями. Развитая система студенческих кредитов. Можно посмотреть официальные сухие цифры. Можно посмотреть реальные отзывы от родителей и детей. Все говорит о том, что образование в Америке на вершине мира. И в отличие от наших, их аттестаты и дипломы действительно котируются в мире. Отучился там? Для тебя открыты буквально все двери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова